Аплодисменты 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 Но после этого, однако, начать с России диалог с позиции силы. Но Россия как бы учтет преподнесенный ей урок и станет вести себя более осторожно и более сговорчиво. Но конфликту с Россией, мне кажется, ни у кого, если вы говорите о серьезных американских политиках, ни у кого из них конфликту с Россией стремления нет. Но при этом новые санкции это уже скорее всего данность. Я думаю, что новые санкции это весьма вероятно. Опять-таки, пока что-то не произошло, это не произошло. Но, во-первых, действительно явно есть недовольство действиями России, которое воспринимается как главное препятствие для того миропорядка, который установили в свое время Соединенные Штаты. И которые многие в американской политике, в том числе и в администрации Трампа, хотели бы по-прежнему поддерживать. Россия воспринимается, как если вы хотите, самый неудобный и самый решительный противник вот тех действий Соединенных Штатов, которые эти люди, которые эти силы считают очень важными для Америки. Насколько в этом уверен сам президент? Я не уверен. Я думаю, у него другая перспектива на американскую внешнюю политику. Но, во-первых, он тоже, естественно, имеет свои вопросы к российским действиям. Это не то, что вот он в полном восторге от поведения России на мировой арене. Он просто хотел бы вести с Россией серьезный диалог, начинать с диалога, а потом уже посмотреть, что получится. Но вы знаете о тех трудностях, которыми сталкивается администрация. Вы понимаете, что ему предъявляют постоянно российскую тему президенту, как попытку доказать, что если он не предатель, то, по крайней мере, он человек крайне наивный, крайне опрометчивый, не считающийся ни с какими понятиями. И поэтому ему очень трудно в этих условиях возражать против санкций. А санкции, вы должны тоже понимать, людей в Конгрессе. Это не то, что они любят Россию и по каким-то циничным соображениям проталкивают санкции. Им действия России действительно кажутся неприемлемыми. Но они воспринимают Россию как серьезную державу. К конфликту с Россией они не стремятся. Большие дополнительные средства на эскалацию с Россией большинство в Конгрессе тоже тратить не хочет. А санкции, они в этом плане очень удобны, потому что они не наносят серьезного ущерба американской экономике. Они позволяют продемонстрировать Конгрессе, что они что-то делают. Это не стоит каких-то дополнительных средств. И в Америке нет каких-то серьезных групп давления, которые бы против этого возражали. И поэтому вот линия на санкции, она с политической точки зрения, для большинства членов Конгресса недовольных России, это самая удобная линия, потому что она не приводит к реальной эскалации, не стоит денег, но позволяет решительно заявить о своем неодобрении. И последнее. Если вы республиканец в Конгрессе, который хочет поддерживать Трампа, который не хочет импичментом Трампа, то многие из таких республиканцев занимают позицию. Россия действительно вмешивалась в американские выборы, но Трамп к этому не имел никакого отношения. Поэтому поддержка санкций позволяет им поддерживать Трампа, одновременно отмежевываясь от какой-то поддержки России. Интересно. Хотя нам инкриминируют, в частности, как в Америке говорят, поведение в Сирии. Им не нравится то, что мы делаем в Сирии, хотя то, что делают американцы в Сирии, вообще не укладывается ни в какие международные нормы. Но вот исходя из этого, эти санкции, которые готовы ввести, ведь Россия вошла в Сирию по приглашению сирийского правительства, когда уже режим санкций был. То есть неужели никто в Конгрессе не проводит аналитическую работу и не замечает то, что санкционное давление приводит только к ужесточению российской политики, а отнюдь не к желанию вступить в диалог? Вы знаете, Владимир, вы, с моей точки зрения, задали самый фундаментальный вопрос. Можно относиться по-разному к российским действиям. И в Соединенных Штатах очень мало кто считает, что Ассад должен восприниматься как легитимный президент, и что его приглашение должно иметь такое большое значение с точки международного права. Но главное, это, конечно, все-таки не в международном праве, а главное в том, что санкции должны в идеале, они должны менять поведение той страны, против которой эти санкции применяются. И вы абсолютно правы, сказав, что пока нет таких аналитических исследований, по крайней мере, таких, с которыми я был бы знаком в Соединенных Штатах, которые бы говорили, что санкции были эффективны. И есть специалисты, которые говорят о том, что Путин не тот человек, который любит отступать под откровенным давлением. Что накануне президентских выборов такое отступление под американским давлением с политической точки зрения могло быть более трудным для российского президента, чем какие-то договоренности, дипломатические договоренности в рамках нового диалога. Но вот подобного рода нюансы, нюансы дипломатии, я думаю, что их, например, понимает государственный секретарь Тилерсон, который сегодня давал показания в Сенате и говорил о желании стабилизации отношений с Россией. И о том, что любые санкции должны предоставлять администрации достаточную гибкость, чтобы она могла продолжать заниматься дипломатией. Но вот я не знаю, до какой степени такие нюансы актуальны для большинства членов Конгресса. Выступление или, скажем так, трансляция по Fox News, первая серия четырехсерийного фильма «Диалога с Путиным», наверное, довольно необычный для американского телевидения формат, когда в течение четырех вечеров иностранный президент имеет возможность в беседе с выдающимся деятелем американского кинематографа Оливером Стоуном высказывать свою позицию. В том числе и крайне нелицеприятная там дана оценка, в частности, роли Соединенных Штатов в борьбе с терроризмом и использовании террористов для борьбы против Российской Федерации. Заметно это интервью в США? Или пока это проходит тихо и не пытаются обращать внимание на содержание, просто говорят, как посмел Стоун играть в подавки, как пишут Соединенные Штаты? Ну, начнем с того, что Оливер Стоун, как вы, наверное, знаете, фигура достаточно противоречивая. Он человек весьма левых взглядов, весьма критически относящийся к американской политической системе и особое неприятие он вызывает у республиканцев. То есть, как раз большинство сторонников Трампа, когда они смотрят на Стоуна, прямо скажем, они не видят того человека, на мнение которого они хотели бы ориентироваться. Но в то же время, конечно, когда показывают президента Путина, предоставляют ему возможность дать свою аргументацию. Эта аргументация кого-то убеждает, большинство не до конца. Но это представляет президента России в качестве реального человека, реального лидера. И мне кажется, что это всегда конструктивно, потому что одно дело с кем-то не соглашаться, а другое дело кого-то демонизировать. И в этом плане и интервью Меган Келли по МБС, и фильм Стоуна, они, конечно, с моей точки зрения предоставляют России возможность говорить в Америке, если можно так выразиться, своим голосом, а не через чью-то, и как мне иногда какается, не очень добросовестную интерпретацию. Ну я, конечно, не Оливер Столл, но я бы с удовольствием снял четырехсерийный фильм «Беседы с Трампом» и показал бы его российской аудитории. Думаю, что нашей аудитории тоже было бы очень интересно узнать, кто же сейчас во главе Соединенных Штатов. То заседание, когда давал показания бывший директор ФБР Коми, смотрели так же, как финалы самых популярных спортивных соревнований. То есть Америка не отрывалась от телевизора. Достаточно ли наговорил Коми для импичмента? Или гора родила мышь? Я думаю, что если речь идет о импичменте за связи с Россией, то это не просто гора произвела мышь, гора произвела полное отсутствие присутствия. Потому что Коми сам фактически признал, что у него не было информации о том, что компания Трампа и личный президент как-то о чем-то сговаривали с Россией в плане вмещательства в американские выборы. Но сейчас против Трампа пытаются использовать другую тему, которая очень часто используется в такого рода расследованиях. Когда не удается доказать то преступление, в котором тебя первоначально обвиняли, то очень часто применяется прием обвинения того, против кого первоначально это расследование стало проводиться. Как бы направление расследования меняется. И главной темой становится препятствие правосудию. В Америке считается нарушением закона, серьезным нарушением закона, любая ложь федеральным агентам. Считается нарушением закона любая ложь во время показаний в Конгрессе, особенно под присягой. И любая попытка помешать нормальному исполнению правосудия. Довольно трудно объяснить. Потому что, например, президент Обама, он давал указание совершенно откровенно своему министру юстиции, допустим, не высылать нелегальных эмигрантов, которые совершали преступления. Он давал указание не проводить уголовное преследование против людей, которые, допустим, злоупотребляли наркотиками, если они не совершали других тяжелых преступлений. То есть, вот такого рода инструкции, кого-то не преследовать, полномочия подобного рода у президента есть. Но если президент начинает пользоваться этими полномочиями, не чтобы менять большую политику, не чтобы проявить милосердие, а чтобы отвести подозрения от самого себя, предохранить себя лично, то вот тогда это может называться попыткой препятствия правосудию. И вот Коми и те, кто ему верят, создают впечатление, что Трамп пытался на него повлиять, чтобы он прекратил дело Флина, не потому, что вот ему было Флина по-человечески жалко, его уже выгнали из Белого дома, и вроде он достаточно пострадал, а вот пытаются они создать впечатление, что может быть у Флина большая информация на Трампа, что Трамп боится, что он расколется, если расследование будет продолжаться. И поэтому вот он за него заступался. Вот эта версия попытки помехать правосудию, сейчас главная линия атаки на Трампа. Интересно. Я вот отсматривал вчера прессу западную, как она освещала происходившее в Москве празднование Дня России, когда заметили 4,5 тысячи хулиганов, пытавшиеся сорвать мероприятие на Тверской, но не заметили 2,5 миллиона москвичей, которые вышли на празднование, 270 тысяч человек на Тверской, но все кричали о том, что чуть ли в России не переворот. Параллельно с этим на полном серьезе заявляет в частности, там, статья в «Политика», то, что статьи, в частности, института Сатановского подрывают у американских военнослужащих веру в себя, так как рассказывают о подвигах российских военнослужащих в Сирии. Параллельно с этим говорят, что «Russia Today» надо принять отдельный закон, потому что даже если они говорят правду, то они подают новости таким образом, что это служит в интересах вражеского государства. Вы меня извините, у вас там в Америке что-то случилось? Кто-то заболел? То есть журналистика вообще перестала быть журналистикой? То есть правда теперь никого не интересует? И не случайно президент Дональд Трамп говорит американскими СМИ «You are fake news»? Владимир, ну я не буду принимать на себя ответственность за американскую журналистику. У меня к ней свое отношение и часто к ней свои претензии, в том числе и в том, как некоторые журналисты, в том числе и политика, освещали работу моего центра. Но тут ситуация очень интересная. С одной стороны, действительно, все какие-то правила журналистики, что нужно иметь какие-то реальные источники, чтобы для кого-то в чем-то обвинить, по крайней мере, нужно иметь один источник, который был бы готовить предоставить свое имя. Этого всего больше нет. Но обратная сторона медали состоит в том, что те люди, которые поддерживают Трампа, что значительное большинство республиканцев, они уже ничему этому не верят. Когда это приходит от либеральных телеканалов, от «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон-Пост», они автоматически все это отметают. Они ориентируются на свои издания, и они ориентируются на такой канал, как «Фокс-Ньюз». Если вы посмотрите его, вы узнаете совсем другие вещи. Вы узнаете, что компания в отношении Трампа – это охота за ведьмами. Вы узнаете, что вмешательства России, сколько-нибудь серьезного, в американскую политику не было. Вы узнаете, что Коми – это Коми надо судить за попытку вмешаться в правосудие, потому что он давал недостоверные всякие материалы, получая ордера на прослушивание советников Трампа. Вы узнаете, что когда Коми составлял меморандумы после своих встреч с президентом, а потом делал так, чтобы их содержание проникало в печать, и вроде бы обвиняют его в том, что он это делал, используя государственное оборудование, там государственный компьютер и все прочее, что это тоже незаконно. Поэтому те люди, которые ориентируются на Трампа, они не читают политика, они смотрят «Фокс», они читают «Брейтбарт-Ньюз», они ориентируются совершенно на другие источники информации. И поэтому, используя русскую поговорку, Трамп, конечно, переживает, но все-таки слушает ДС. У него нет ощущения, что он находится в серьезной опасности. Но вот сегодня будут в Сенате, в Сенатской комиссии по разведке, показания генерального прокурора, ближайшего соратника Трампа, бывшего сенатора Джеффа Сэшнса, где его будут расспрашивать, и в собственных каких-то контактах с послом Кисляком, будут его расспрашивать о том, что он знает о давлении, якобы имевшем место Трампа на коме. И эти показания, они могут оказаться, показания Сэшнса, могут оказаться очень важными для вот динамики этой дискуссии по поводу Трампа и его таких, якобы имевших связи с Россией. Ну, спасибо вам большое, Дмитрий. Хотя надо отметить, что то, что говорит Fox News о России, показывает, что Fox News не имеет ни малейшего представления о том, что реально происходит в России. Может быть, в американских делах они разбираются, но то, что они говорят о нашей стране, это, конечно, отдельная тема. Всегда очень рад вас видеть и ждем с нетерпением следующей встречи.